Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале доктор Скачко! А я — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко! Автор более тысячи опубликованных видео в интернете! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах! Часть книг заказать и купить через интернет можно! Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже!» И раскрыть еще некоторые особенности! Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней! А именно! Что принесет вам медицинская реформа? Медицинские реформы делают для того, чтобы медицинская помощь оказывалась в лучшем виде! И со временем первыми исчезнут врачи терапевтических специальностей! Их просто заменят автоматизированные машинные комплексы! Которые в зависимости от выявленной машинами патологии будут назначать вам универсальную схему лечения! Подтвержденную в различных клиниках! Следом за врачами терапевтических специальностей я думаю исчезнут врачи-хирурги! Я одно время наблюдал, как уникальная машина под названием робот DaVinci с ее помощью делались филигранно операции! Ни один хирург не может выбрать так ткани, как это можно сделать с помощью робота DaVinci! Но! Если в машину запрограммировать те действия, которые выполнял хирург! Со временем робот может заменить и врача-хирурга! Но! Вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи в вашей стране! От особенностей оказания медицинской помощи! Значимость моего канала для вас никогда не уменьшится! А будет возрастать с каждым годом! И с каждым новым видео! Почему? Если вы проснулись утром! Это означает, что ваш ангел-хранитель ночной дозор свою функцию выполнил полностью! Дотянул вас до утра! И многое зависит от того, на каком уровне здоровья вы находитесь! Если вы проснулись самостоятельно! Перед тем, как зазвонил будильник за несколько минут! В прекрасном самочувствии! В прекрасном настроении! То я понимаю, что ваш ангел-хранитель выполнил свою роль! Отлично! Но! Если вы проснулись! А у вас темные круги под глазами! А у вас снижена работоспособность! Нарушено настроение! Есть утренняя или печеночная лень! То я понимаю, что ваш ангел-хранитель ночной дозор проводил достаточно интенсивно! И дотянул вас до утра! Но! На не самом лучшем уровне здоровья! Я уже молчу про то! Возможно, у вас есть и различные известные в современной медицине заболевания! И что вам делать утром после сна сразу? Лечиться? Нет! Первое, что вы должны сделать — выпить правильно воду! в нужном для вас личном качестве и количестве! В зависимости от вашего возраста! От вашего пола! От вашего уровня здоровья! И от того образа жизни! Который вы собираетесь вести утром! Как минимум! Множество переменных определяют — правильно вы пьете воду утром или нет! Но! Если вам по состоянию здоровья нужно заниматься лечением! Я понимаю! Вам современная медицина рекомендует принимать таблетки! Но! Задайте вопрос своему лечащему доктору, который вам назначил таблетки! Какой водой вам нужно запивать таблетку? Таблетка — это не просто предмет медицинского назначения! Это химическое вещество! Либо набор химических веществ! Которые имеют право реагировать с водой, которой вы запиваете эти таблетки! И в зависимости от состава таблетки! Вы можете разный лечебный эффект получить! Запивая водой щелочной, кислотной либо нейтральной! А также многое зависит от состояния вашего желудка! В котором таблетка может подвергаться различным превращениям! Напомню! Чаще всего таблетки испытывают на здоровых добровольцев! А если вы имеете свой личный уникальный набор заболеваний! Свойства таблетки могут меняться в зависимости от того, какой набор вы имеете! Более того! Кроме того, что вы утром принимаете свой утренний набор таблеток с санкционированным врачом! Вы должны еще знать, как правильно питаться! Если вы автомобилист! То вы точно знаете, сколько топлива нужно вам! И какого качества топлива нужно вашему автомобилю! Для того, чтобы приехать, например, из Киева в Одессу! И правильное питание для вашего автомобиля будет несколько отличаться! Если вы собираетесь из Киева ехать не на юг в Одессу! А в западном направлении в Харьков! Условия разные! Питание для вашего организма также должно быть разным! В случае, если вы выполняете любые нагрузки! Вы должны их обеспечить правильным питанием! А не наоборот! Вы на правильном питании будете выполнять те нагрузки, которые вы выполняете! Иными словами, один правильный здоровый завтрак будет, если вы собираетесь сидеть целый день в кресле и рассматривать паутину! Совершенно иной правильный здоровый завтрак будет для тех, кто собирается руководить мозговым штурмом! Либо участвовать в нем! Если же вы собираетесь заняться утром спортом, фитнесом! Вам нужен совершенно иной правильный здоровый завтрак! А далее все зависит от того, какую активность вы будете совершать далее! Каким будет второй правильный здоровый завтрак! Обед! Полдник! Ужин! Зависит от вашего образа жизни! В их преломлении! С поправкой на ваш возраст! На ваш пол! На ваш уровень здоровья! И на те условия, в которых вы собираетесь заниматься своими видами активности! И когда ваш ангел-хранитель дневной дозор в полном объеме выполнил свою работу! И дотянул вас до вечера! Конечно же включается вновь ночной дозор! Который попытается дотянуть вас до следующего утра! Когда все повторится сначала! И вот как совершать правильные действия в этих случаях? Более 800 видео есть только на моем канале Доктор Скачко! Есть еще один канал на YouTube Школа Доктора Скачко! А также есть канал на Instagram Школа Доктора Скачко! В которых я рассказываю видео на этих каналах! Я рассказываю, как же все-таки правильно питаться! В тех или иных ситуациях! Чем будет уникален канал Доктор Скачко? Я постараюсь открыть серию видео! В которых буду рассказывать про правильное приготовление продуктов питания! Если вы считаете, что основной продукт питания — таблетка! А все остальное не имеет для вас значения! Вы немножко ошибаетесь! Таблетка — это как присадка к классному топливу! Или к отличному маслу! Которое помогает основному ингредиенту выполнять правильную работу! Я бы сказал, что таблетка — это правильная присадка к тому правильному питанию! Которое вы для своего организма обеспечили! И насколько вы понимаете соответствие питания! И тем видом деятельности, которым вы хотите заниматься! На том уровне здоровья, который вы имеете! Это как минимум! Поэтому особенности правильного приготовления различных продуктов питания! Такая серия видео пойдет на этом моем канале! Есть несколько серий видео уже! Есть как приготовить имбирный чай! В зависимости от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите! Есть серия видео «Как правильно приготовить кофе!» В зависимости от вашего пола, возраста, погодных, экологических условий, уровня здоровья! Некоторые болезни уже учтены в этих видео! И вы эти видео можете уже найти! Реально нужно по-разному готовить кофе мужчинам и женщинам! Подросткам и людям среднего возраста! В зависимости от множества причин нужно изменять особенности приготовления продуктов и напитков! И на моем канале такие видео со временем появятся! И вы этой информацией будете владеть больше, чем подписчики других каналов! Чтобы вы эту информацию не пропустили! Не забудьте подписаться на мой канал! Чтобы эту информацию не пропустили ваши друзья, знакомые и родственники! Не забудьте поставить на это видео лайк! Поделиться с ними в соцсетях! А я одно из следующих видео расскажу! Начну особенности приготовления разных продуктов питания! До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» на YouTube! А также «Школа доктора Скачко» в Instagram! «Школа доктора»